В мае 1867 года император Александр II утвердил устав российского общества по печени о раненых и больных воинах. И под таким названием в Санкт-Петербурге была создана организация, которая сегодня называется Российский Красный Крест. Сотрудники Щелковского отделения Красного Креста накануне значимой даты, а также в связи с приближением Дня Победы, поздравили всех почетных доноров округа, вручив им небольшие сладкие подарки. Чтобы дань уважения отдать нашим дорогим ветеранам, мы с нашим Щелковским местным отделением проезжаем каждого и вручаем им хоть небольшие, символические, но подарки. Стараемся хоть как-то подсластить их жизнь. Одной из тех, кого поздравили, стала Зинаида Михайловна Осипова. Женщина является ветераном Великой Отечественной войны. Будучи 12-летней девочкой, она осталась сиротой. Всю жизнь проработала в Щелково. Сначала на хлебозаводе, а потом медсестрой в детском саду и на фетровой фабрике. Зинаида Михайловна рассказала, что донорство для нее всегда было делом очень важным, ведь она понимала, что ее кровь может помочь спасти жизнь. Начала сдавать кровь. Но одна я никогда не ходила, а проводила большую работу среди своих сотрудников. И мы по 8-10 человек сдавали кровь. Все это проходило в такой обстановке. Мы знали, что наша кровь нужна на спасение жизни людей. Всего за свою жизнь Зинаида Михайловна сдала кровь более 100 раз. Сейчас на смену ей пришла ее внучка, которая взяла пример с бабушки и тоже стала донором. Сдавала очень много раз, около 100 раз. Но дело в том, что была непосредственным помощником Красного Креста по общественной работе. Проводила общественную агитационную работу, где люди с удовольствием сдавали кровь. Хотя это мы все делали безвозмездно. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.